МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Продолжаем. Сейчас хроника происшествий в студии Роман Ярыгин. В Муслюмовском районе республики молодой человек 21 года нанёс своему деду около 60 колото-резанных ранений. Причиной расправы стал дом пенсионера, который он отказался оставить в наследство внуку. Подробности в репортаже Марии Молочниковой. Своих дедушку и бабушку 21-летний Сергей навещал нечасто. Парень проживал в набережных Челнах. После того, как его мама несколько лет назад покончила с собой, он стал наследником большой квартиры в центре города. А в последнее время вдруг заинтересовался домом родственников пенсионеров, которые никак не хотели писать завещание. Именно тему завещания Сергей решил обсудить с бабушкой и дедушкой, когда отправился к ним в гости на выходные. Дозреваемый приехал к своей бабушке с дедушкой в деревню Остров, к Муслюмскому району республики, и стал расплевать со стариком спиртные напитки. В какой-то момент между ними произошла ссора, поскольку внук изъявил претензии на дом старика. После этого молодой человек нанёс удар по голове своей бабушки, точнее чего-то потерял сознание. А затем нанёс не менее 60 ударов ножом и горлышком от разбитой бутылки по различным частям тела своему деду. Добивал дедушку внук горлышком от той самой бутылки, которую меньше часа назад с этим же самым дедушкой и выпил, отмечая счастливую встречу. После чего снял с убитого одежду, вытер ей окровавленный пол и лёг спать прямо рядом с телом убитого. Разбудили парня сотрудники полиции. Полицию на место преступления вызвала бабушка Сергея, когда пришла в себя после нападения внука и увидела страшную картину. Она же позвонила и в скорую помощь, но прибывшие медики лишь констатировали смерть её супруга и постарались хоть как-то привести в чувство внука. Парень был сильно пьян и просил только об одном – дать ему поспать спокойно. Причастность к совершению преступления молодой человек не признал, сообщив, что не помнит события того вечера. По данному факту, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Торстан возбуждено уголовное дело по статье убийства. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством избрания отношений него в меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время неудавшийся наследник предстанет перед судом по обвинению в убийстве с особой жестокостью. Тело 83-летней женщины было обнаружено сегодня утром на улице Клары Цеткин. Несмотря на то, что скончалась пенсионерка прямо на остановочной площадке, очевидцев так и не нашлось. По словам медиков, если бы рядом были люди, которые смогли бы вызвать скорую, женщину можно было бы спасти. Предположений о том, что именно стало причиной смерти женщины, было множество. По злой иронии судьбы, люди на остановке появились уже после того, как пенсионерка скончалась. В тот момент, когда ей неожиданно стало плохо, рядом никого не было. И помочь никто не смог. Как удалось выяснить, в это утро 83-летняя женщина почувствовала себя плохо, пожаловалась дочери на давление и решила поехать в больницу. Но дойти смогла только до остановки. Сейчас экспертам предстоит установить, что именно стало причиной внезапной смерти пенсионерки. Продолжим после рекламы. Оставайтесь на нашем канале. Продолжаем теперь дорожные происшествия. На проспекте Камалеева многотонный автовоз едва не подмял под себя внедорожник Митсубиси. Авария произошла в тот момент, когда иномарка начала притормаживать на загоревшийся желтый свет. В результате удара в заднюю часть Митсубиси откатился на другую сторону перекрестка. Люди, к счастью, не пострадали. Ранним утром небольшое ДТП на Кировской дамбе серьезно осложнило проезд в сторону центра города. Три автомобиля столкнулись по принципу домино. В ходе аварии машины не получили существенных повреждений. Однако ждать приезда инспектора в ГАИ пришлось довольно долго. Постепенно на месте столкновения начала скапливаться автомобильная прока. Несчастливым вечер выдался у владельца «Девятки». Все началось с того, что на проспекте Победы он по касательной зацепил БМВ. Спустя несколько минут в заднюю часть этой «Лады» на всем ходу врезался Киа. Авария с участием «Девятки» и БМВ вышла не слишком серьезной. При неловком перестроении водитель отечественного автомобиля зацепил иномарку левым боком. Участники этой аварии настаивают на том, что тут же выставили аварийные знаки. Но не все водители сразу их замечали. Ограниченная видимость подвела и владельца Киа. Передо мной машина ехала. Она успела уйти, ну, не увидел. А я вот из-за нее уже в «Девятку» видел, а тормозиться не успел и приехал ей. Вот как шел, так и в нее и вошел. Судя по следам шин на дороге, тормозить водитель Киа все же пытался. Однако при его скорости этого расстояния просто не хватило. В ходе этой второй аварии обе машины получили серьезные повреждения. Уехал 80, не меньше 80. Я обычно ровно 80 держу. У них знаки-то были, что ли, выставлены? Я даже не... Они говорят, выставлены были. Принято считать, что время реакции водителя на потенциальную опасность составляет одну секунду. Аварийный знак выставляется минимум за 15 метров от места ДТП. Вот только на скорости 80 километров в час машина проезжает более 22 метров. Так что угодить в такую аварию было не мудрено. В ходе этого ДТП небольшие травмы получили девушки, находившиеся на заднем сидении девятки. Каждый день мы рассказываем об опасностях жизни, чтобы с вами такого не случилось. Моя часть выпуска на этом завершена. Я прощаюсь, а далее Сергей Шерстнев и его гости. Тема. Добрый вечер, Сергей. Пожалуйста. Здравствуйте. Первые выходные, холодные выходные, первые травмы, стало скользко. Об этом будем говорить прямо сейчас. Не переключайтесь. Все. Продолжение следует...